Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы по второй книге царств на библейском портале экзегет. И сегодня мы будем читать 20 главу этой книги. И она начинается словами «Там случайно находился один негодный человек по имени Савэй, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал «Нет нам чести в Давиде и нет нам доли в сыне Исеевом. Все по шатрам своим израильтяне и отделили все израильтяне от Давида и пошли за Савэем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима». Казалось бы, только что они спорили о том, кто ближе к царю. Но оказывается, вся эта расприя, она имела свою подноготную. Они пытались доказать то, чему сами не соответствовали. Вот эти 10 колен, которые составляли Израиль против Иуды, Вениамина и колена Левина. И когда Савей вострубил в трубу и призвал всех отделиться от Давида, они-то начинают делать. «И пришел Давид в свой дом в Иерусалим и взял царь десять жен, наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы». Ну, мы помним, что Авесолом входил в шатер к этим женщинам. Это, конечно, не означало, что он с ними там со всеми переспал. Это было такое ритуальное действие, но это было непозволительное действие, и Давид уже не мог этих женщин считать своими женами. «И сказал Давид Амисаю, созови ко мне Иудеев в течение трех дней, и сам явись сюда. И пошел Амисай созвать Иудеев, но промедлил более назначенного ему времени». Тогда Давид сказал Авесе, теперь наделает нам зла Савей, сын Бихари, больше, нежели Авесолом. «Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших. И вышли за ним люди и Аввы, и Халефей, и Фалефей, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихари». А с чего все началось? Он убил урию хатеритянина, и пророк Нафан сказал, меч не отойдет от твоего дома. То есть одна война будет сменяться другой войной. И если какое-то государство находится в затяжном военном конфликте, и нам даже кажется, что эти люди справедливо обороняются, какие-то претензии предъявляют, сам факт наличия затяжных военных конфликтов указывает на какие-то преступления. И когда они были близ Большого Камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай, то есть Халефей и Фалефея, пытаются найти Савея сына Бихари, который объявил восстание. Когда они были близ Большого Камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай, которого царь уже отправлял на поиск противников. Иав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил, и сказал Иав Амисаю, «Здоров ли ты, брат мой?» «И взял Иав правой рукою Амисая за бороду, чтобы поцеловать его». Вот такой обычай был. Немножко странный для нас. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иава, и тот поразил его им в живот так, что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер». Мы уже знаем о коварстве Иава. Здесь очередной раз он это все подтверждает. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Давайте посмотрим на тех людей, которые мстят за себя по праву, ибо то, что обижающие ближних воюют против собственной души и оказываются ничтожнее всех, это очевидно каждому. Но кто же мстил за себя по праву и разжег много зол, и навлек на себя много бед и скорбей? Вы начальник Давида. Он затеял жестокую войну, ну, в общем-то, согласие царя, и претерпел тысячу зол, потому что вел эту войну нечестными методами. Из которых ни одно не случилось бы, если бы он умел любомудрствовать. Любомудрствовать. То есть сначала рассуждать, а потом делать, отталкиваясь от рассуждения. Итак, будем избегать этого греха и не станем обижать ближних ни словами, ни делами. И Григорий Великий, Папа Римский, это его морали на книгу Иова, пишет. Вот так люди порочные, поскольку зло у них не на языке, а под языком, как у змея. В словах и из уст их они сладки, в мыслях же сердца своего они измышляют зло. Поэтому Иав правой рукою своей держался за бороду, а Мессая, а левый тайно брался за меч, и тогда выпали внутренности его жертвы на землю. Ведь взяться правой рукой за подбородок – это словно по-доброму и ласково относиться. Но левой рукой он берется за меч и тайно, злодейски поражает Амисая. Подобным образом поступит и Иуда, когда в Гефсиманском саду Лапзани будет предавать своего божественного учителя. Иав и Авеса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иаввах стоял над Амисаем и говорил тот, кто предан Иаву, и кто за Давида, пусть идет за Иуавом. Вот это та беда, когда совершенно очевидно на стороне правды оказываются злодеи и преступники, военные преступники. А на стороне очевидного зла могут оказаться нравственные моральные люди, как тот же самый Авенир, о котором мы с вами беседовали. Амисай же мертвый лежал в крови среди дороги, и тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисай с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колено израильские до Авела Бефа Мааха и через весь Берим и все жители городов собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле в Беф Маахе и насыпали вал перед городом и подступили к стене и все люди бывшие с Иоавом старались разрушить стену. То есть мятежный Савей, сын Бихри прячется в городе, а Иоав делает насыпь. Тогда одна умная женщина почему она называется умная? Она понимает, что если они борются в город, они никого не пожалеют. Тогда одна умная женщина закричала со стены города послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда и я поговорю с ним. И подошел к ней Иоав и сказала женщина, ты ли Иоав? И сказал, он отвечает, я, по-еврейски, они. Она сказала, послушай слов рабы твоей. И сказал он, слушаю. Она сказала, прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси Вавели. И так решали дело. Остались ли такие, которые положили прибыть верными израильтянами? Пусть спросят Вавели. Остались ли? Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне? Что значит мать городов? Это был самый значимый город в этой местности. И женщина говорит более рассудительно, чем то, как действуют мужчины. И отвечал Иоав и сказал, да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Фремовой по имени Савей, сын Бихари, поднял руку свою на царя Давида. Выдай мне его одного, и я отступлю от города. У него и так дурная репутация. Зачем ему еще запятнать себя уничтожением целого города. Он понимает, что это бессмысленно. Поэтому он говорит, выдайте мне его одного, и я отступлю от города. И сказала женщина Иаву, вот голова его будет тебе сброшена со стены. И пошла женщина по всему народу со своим умным словом и говорила ко всему городу, чтобы отсекли голову Савея сыну Бихари и отсекли голову Савею сыну Бихари и бросили Иаву. А может быть они совершили преступление, поступив таким образом? Нет. Злословить царя нельзя. Пересвященника злословить нельзя, потому что в Пятикнижии Моисеевым сказано начальствующего в народе твоем не злословь. Ему вынесли решение суда на основании Божьей заповеди и голову бросили к ногам Иава. Тогда Иав затрубил трубою, дал отбой и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иав уже возвратился в Иерусалим к царю и был Иав поставлен над всем войском израильским, а Ванея сын Иодаев над Халфеями и над Фелефеями, такая гвардия, Адурам над сбором податей, Иосафат сын Ахилуда дееписателем, то есть летописцем, Суса песцом, который писал царские указы, Садок и Авиафар священниками, имеется в виду первосвященниками. Также и Ира, и Аритянин был священником у Давида. На самом деле священников было много, но говорится о тех, которые имели статус архиереев, сейчас сказали бы. А рядовых священников было даже слишком много. как священниками и ни 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 Продолжение следует...